Всем салют, с вами Эгут. Ну что, это произошло. Все три актера, сыгравшие паучков в своих франшизах, а также в Человеке-пауке нет пути домой, дали свое первое совместное интервью. В разговоре с кинокритиком и журналистом Питом Хаммондом, Том Холланд, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд рассказали о работе над фильмом, о том, как приходилось всем врать, о том, будет ли продолжение. Рассказали о своих впечатлениях, о том, как их собрали вместе в одном фильме и не только. Само интервью длилось полчаса, однако я расскажу все намного быстрее. Итак, погнали! На вопрос, представлял ли кто-нибудь из них, что этот фильм окажет такое влияние, какое он оказал на весь мир, превзойдя все ожидания, Том Холланд ответил. Я всегда знал, что этот фильм впечатлит всех, но я не думал, что настолько. Сейчас одно из моих любимых занятий это заходить в интернет и смотреть на реакцию фанатов на ваше появление в той самой сцене. Не думаю, что когда-либо мог представить, что это будет так хорошо воспринято. Так что нет. Думаю, я догадывался, что людям понравится этот фильм, но ни в коем случае не мог подумать, что он будет таким успешным. Только пару недель назад я вернулся к реальности, вернулся домой и начал сталкиваться с мирскими проблемами. И мне кажется, что мы были в каком-то сне. Это очень необычное ощущение. Тома Холланда также спросили по поводу продолжения Человека-паука, то есть четвертой части, на что он ответил. «Весь промо-тур я только и делал, что лгал. Но правда в том, что вам не понравится правда. Я не знаю». Ответ на этот вопрос – я не знаю. Для меня этот фильм был настолько особенным, насколько это вообще возможно. Делить экран с этими парнями, играя Человека-паука, мы единственные трое, которые это сделали. Это был такой замечательный опыт, о котором у меня остались невероятные воспоминания. Какая-то часть меня думает, что сейчас самое время спрыгнуть и идти дальше, чтобы дать возможность следующему счастливчику надеть костюм. Я знаю, что люблю этого персонажа, и я знаю, что не готов с ним попрощаться. Но если придет время прощаться, то я это сделаю с гордостью, зная, что с этим персонажем я достиг всего, чего хотел. И разделил это с этими парнями, и это оставило одни из самых особенных впечатлений в моей карьере. Так что если пришло время, значит пришло, если нет, то нет. Но на данный момент я пока не знаю. У Тоби Магуайра Пит Хаммонд спросил, как он в это ввязался. Они просто пришли и сказали, о, мы хотим, чтобы ты снова сыграл Человека-паука. Как это было? И Тоби ответил, я пошел и встретился с Эмми Паскаль и Кевином Файги, и мы поговорили об этом. Они как бы, ну знаете, дразнили намеками. Эмми сказала, мы хотели поговорить с тобой, ну ты знаешь, о чем идет речь. И я сказал, хорошо, конечно, давайте пообщаемся. Я все понимаю, но может вы дадите мне хоть немного информации об этом? Должен признаться, что я был заинтригован сразу же. В этом нашем разговоре было очевидно, с какой любовью и трепетом они относятся к этим фильмам. И то, что это значило для Эмми и Кевина, было очевидным, сразу заметно. И я просто хотел присоединиться к этому. Я большой поклонник Тома, этих фильмов и Эндрю. Так что это было определенно интригующе. Но и да, я также думал и о том, что же мы все-таки будем делать. И это было немного загадочно. Мне понравилось то, что они хотели сделать. Но на самом деле, речь шла не о том, чтобы собраться вместе и пересмотреть то, что было частью моей истории. Были и чисто личные соображения, по которым я решил вернуться к прошлому. Я не знаю, как это объяснить. Это просто своего рода возвращение. И я не говорю о закрытии главы. Я говорю о пересмотре и принятии определенных решений, чтобы присоединиться к этому. Помню, как я был на съемочной площадке в последний день съемок с Эндрю. Это было удивительно. Я был потрясен. Я понимал, что это 20 лет истории. Смотря на Эми и Кевина и осознавая то, что они были в процессе на протяжении всех этих разных повествований, это было действительно мощно. Лично для меня. Это было потрясающе работать с Эндрю и Томом в эмоциональном смысле. Это было реально впечатляюще. Я просто был благодарен каждому дню. Это был такой богатый опыт. Что-то похожее на обмен чем-то, на братство. Это было красивое раскрытие этой истории и этих отношений. И хотя я был больше погружен в повседневную жизнь, но иногда, в некоторых моментах, я размышлял о том, как можно взять и пересмотреть все эти 20 лет истории. Как сбалансировать все эти вещи, всех этих персонажей. По сути, мы играем одного и того же персонажа, но они все же уникальны. Уникальны и то, как эти фильмы и персонажи развивались. А затем нужно было собрать все это вместе, включая всех наших суперзлодеев, уже в отдельную историю. И я хочу сказать, что эмоционально фильм меня очень тронул. Я согласен с тем, что это история о взрослении Тома, как персонажа, когда он вступает на путь зрелости и ответственности. И все это сделано с таким милым, грустным и элегантным оттенком, что это было просто прекрасно. Его также спросил Пит о том, каково это было снова надеть костюм Человека-паука. Тоби ответил. Ну знаете, было довольно неудобно его надевать и снимать. Этот процесс был смешным и неуклюжим. Но в этом есть и определенная сила, потому что на самом деле, это возвращает меня в тот образ. К этому персонажу так много привязанностей, он так много значит для стольких людей. И когда ты уже облачен в лайкру или спандекс, ты думаешь, о, вау, это круто. Это своего рода ответственность. Но, честно говоря, быть с этими ребятами, это действительно был гораздо более богатый опыт, чем я ожидал или мог выразить словами. Я знаю, что вопрос на самом деле не в костюме. Но костюм, это просто возможность быть рядом с этими ребятами, в их костюмах, что вызвало во мне доверие и открытость. Я не знаю, я просто чувствовал себя, как будто мы все в одной команде и поддерживаем друг друга. Это действительно теплый, веселый, творческий опыт, которому я был благодарен каждый день, что бывает не всегда. И все это было не без трудностей, но складывалось так, как нужно. У Эндрю Гарфилда также спросили, каково ему было вернуться во франшизу и в костюм Человека-паука, на что он ответил. Ну, я просто ждал, чтобы посмотреть, собирается ли Тоби сделать это. И я подумал, что у меня просто нет выбора. Когда ко мне обратились по этому поводу, то я почувствовал, что намерения здесь были благие. Было видно, что это прекрасная творческая идея и история. Это не было похоже на то, что они просто попросили нас прийти и сказать привет, а затем уйти. На самом деле, мы своим присутствием помогли Тому в его пути. Мне понравилось ощущение судьбы, что мультивселенная расширяется в этом фильме. И на самом деле, если бы наши с Тоби персонажи не были рядом с Питером Томома в тот самый момент, то он мог и не стать тем Питером Паркером, которым он должен стать. И мне это нравится. Может быть, он потерял бы свою девушку. Может быть, он пошел бы по более темному пути, если бы Тоби не дал ему напутствие в тот момент. Даже сейчас, при мысли об этом, у меня мурашки по коже. Перед любым сценарием или фильмом, я всегда думаю, стоит ли рассказывать эту историю и хочу ли я работать с этими людьми. И в данном случае, это было твердое «да». В итоге, это превзошло мои ожидания, потому что то, как Том, Зендея и Джейкоб работают в трио, это просто волшебная дружба. А потом, то, как они так радужно приняли меня и Тоби в банду, то, как открыто и свободно Том работает с Джоном Уотсом, Кевином и Эми, мы с Тоби чувствовали себя не только желанными гостями, но и получили разрешение сыграть и найти свой путь, чтобы таким образом быть частью истории Тома. Это были веселые несколько недель, которые мы провели вместе. Я думаю, что это было братство, и это просто прекрасно. У Тома Холланда спросили, каково было работать с Тоби и Эндрю, какими были первые прослушивания и так далее, на что Том ответил. Было страшно. Это было очень нервозно, потому что прежде, чем появились ребята, мы уже были в процессе съемок довольно давно, около трех месяцев. И дата, когда должны были прийти другие паучки, была выгравирована в моем календаре. И этот день был все ближе и ближе, и чем ближе он был, тем больше я нервничал. Но как только я встретился с вами в Атланте, я понял, что мне не из-за чего нервничать. Однако все же на нашу первую репетицию сцены я попросил Джейкоба и Зендею пойти со мной, чтобы просто быть рядом, как моя группа поддержки. Я очень нервничал из-за этого. Мы должны прочитать сцену, и я не знал, как все пройдет, потому что мы все играем одного персонажа. И мы все должны вложить в это свое сердце и душу. И это много значит как для них, так и для меня. Поэтому Джейкоб и Зендея были там в тот первый день и поддерживали меня. Это был потрясающий опыт. С первого дня это были американские горки, с которых я не хотел сходить. Было такое взаимодействие. Было очень весело и игриво, начиная с того, как ты вправил Тоби спину и заканчивая тем, как ты придумал указывать пальцем на нас, как будто мы все это придумали в тот день. Было очень весело играть с этими парнями в костюмах Человека-паука. И я его никогда не забуду. На вопрос Питера Хаммонда, как удалось все это держать в секрете в мире интернета и соцсетей, насколько это оказывало давление на них, Том Холланд сказал, что наибольшее давление по этому поводу испытал именно Эндрю в течение нескольких месяцев. На что Гарфилд ответил. Для меня это определенно было самое трудное время. Я должен был гать, несмотря ни на что, в том числе и ради реакции людей. Я приравниваю это, как если бы вы организовывали сюрприз на день рождения для кого-то, кого вы любите. А они все продолжают и продолжают говорить, мол, дружище, просто скажи мне, я ненавижу сюрпризы, ты знаешь, я ненавижу сюрпризы. Но в глубине вы знаете, что сюрприз им понравится. Я оправдывал свое лживое неэтичное поведение. Я называю это скорее выдумкой, чем ложью. И это было довольно весело, похоже на игру Оборотень или Мафия, где ты, допустим, оборотень и должен убедить всех, что это не так. Так что я как бы обернул это в небольшую игру для себя. И это дало свои результаты. Даже несмотря на все эти сливы и утечки, я думаю, что у всех в голове было достаточно сомнений. О боже, что если это не так? Что если они не появятся и так далее? Когда я посмотрел этот фильм с Тоби в первый раз, меня разрывало на части. Это глубокий фильм. Это не просто фан-сервис, которым он частично является. Но это фильм о достижении совершеннолетия, о принятии утраты, принятии смерти, принятии ответственности за свой дар. Меня переполняли чувства от путешествия, в которые отправился Том. То, что ему пришлось расстаться со своей девушкой, своим лучшим другом и пожертвовать этим ради того, чтобы это был классический Питер Паркер. Чувствовалось полное переосмысление его происхождения. Такое ощущение, что история Тома началась в третьем, а не в первом его фильме. И в этом есть нечто очень глубокое. Я думаю, что фильм прекрасен. Пит Хаммонд спросил у Тома Холланда о его эмоциональной составляющей при работе над фильмом. Потому что этот финал трогательный. И он не похож на то, что мы видели раньше во вселенной Человека-паука. И по всей видимости, было нелегко эмоционально, чтобы это сыграть. На что Том ответил, да, так и было. У меня, как у актера, определенно было ощущение, что это последний раз, когда я надеваю этот костюм. Поэтому многие эмоции были связаны с актом прощания, который в свою очередь является одной из главных тем фильма. К счастью, я смог использовать свой собственный опыт и свои собственные переживания в эти моменты. Но этот фильм также был похож на огромный праздник. И он действительно праздник трех поколений кинематографа. Так что временами мы попадали в эти невероятно эмоциональные сцены, которые были очень тяжелыми. Но я был так счастлив быть там. Этот труд стоит того. И я был рад поднажать на себя и сделать этот фильм более эмоциональным, чем другие фильмы о супергероях. Во многом, по ходу работы, я опирался на свои собственные чувства. Вот такое интервью. Собственно, ничего нового. Не сказал бы, что нам рассказали то, чего мы не знаем. В основном, актеры делились лишь своими приятными воспоминаниями о работе над фильмом. И то, что он значит для них и для франшизы. Конечно, о трудностях переговоров, если такие были, то они вряд ли бы рассказали. Но тем не менее, мне было интересно. Кроме того, из слов Тоби стало ясно, что его глава еще не закрыта. И это, честно говоря, не может не радовать. Ну а Том Холланд еще не знает, будет ли он сниматься в продолжении Человека-паука. Вот так. Всем спасибо. Всем пока.